Евгения Евтушенко. Благодарность. Читает Павел Бесень. Она сказала, он уже уснул, задернув полок над кроваткой сына, и верхний свет неловко погасила, и, съежившись, халат упал на стул. Мы с ней не говорили про любовь. Она шептала что-то, чуть картавя. Звук «Р» — как виноградину, катая за белую оградою зубов. А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою. И вдруг так огорошить мужчина в юбке, ломовая лошадь, и вдруг я снова женщина. Смешно. Быть благодарным — это мой был долг. Ища защиты в беззащитном теле, зарылся я, зафлавенный, как волк, в доверчивый сугроб ее постели, но как волчонок загнанный. Одна она в слезах мне щеки обшептала. И то, что благодарна мне она, меня стыдом студеным обжигала, мне б окружить ее блокады и рифм. Теряться то бледнее, то краснее. Но женщина меня благодарит за то, что я, мужчина, нежен с нею. Как получиться в мире так могло, забыв про смысл ее первопричинный, мы женщину сместили. Мы ее унизили до равенства с мужчиной. Какой занятный общество этап, коварно, подготовленный веками, мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками. О, Господи! Как сгиб ее плеча, мне вмялся в пальцы голодно и голо, и как глаза неведомого пола преображались в женские крича. Потом их сумрак, полозаволок, они мерцали тихими свечами. Как мало надо женщине, мой Бог, чтобы ее за женщину считали.